Арган один из самых сложных и самых красивых по звучанию инструментов. Его история насчитывает несколько тысячелетий. И сегодня, как многие века назад, этот инструмент подается далеко не каждому. Ну а нам повезло, у нас в Красноярске есть такой человек, который умеет с ним обращаться. Ну и наш коллега Дмитрий Девичков сейчас находится, можно сказать, в открытой студии. Уже, если я не ошибаюсь, усел все-таки за сам инструмент. Дима, доброе утро тебе еще раз. Расскажи, удалось ли тебе уже помузицировать и как ты себя чувствуешь в роли органиста? Вот таким коротеньким фанфаром меня уже успел обучить Андрей Бардин, органист. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Сегодня мы находимся в органном зале и пообщаемся на тему одного из самых древнейших в истории инструментов, которые только создавал человек. Андрей, вообще хотел у вас узнать, долго и сложно ли учиться играть на органе? Так получилось, что к этому делу я готовился всю жизнь. Сначала учился по классу в фортепиано-музыкальной школе, затем в училище, поступил в консерваторию на фортепиано-факультет. И с третьего курса параллельно занялся органом. И так сложилось, что он стал главным инструментом в моей жизни. Скажите, Андрей, вот такой вопрос. Вот импровизация присуща всем инструментам, ну практически всем. И орган, ну можно сказать, особенный, может быть потому, что он не так распространен, на него не учат в музыкальной школе, правильно я понимаю. И где вот в органной музыке уместна импровизация? На самом деле импровизация присуща органически этому инструменту, потому что в ходе сопровождения службы частенько организму приходится импровизировать, так как время оно нерегламентированное и удобнее всего исполнителям, так сказать, самому что-то на ходу сочинять. Поэтому эта практика очень широко распространена. Ну и на концертах, конечно, тоже музыканты импровизируют на предложенные темы. То есть это очень, во-первых, интересно, и во-вторых, существуют целые школы органной импровизации. Мне кажется, что Красноярцам очень повезло, что у нас есть свой органный зал, есть свой инструмент, и наши жители краевой столицы могут практически, ну каждую неделю посещать какие-то новые мероприятия. Что ждет в ближайшее время? Завтра вечером в 19 часов приглашаю телезрителей на концерт под названием «Иоганн, Себастьян, Бах и его время». Естественно, в программе будет звучать баховская музыка и его старших и младших современников. И также хочу пригласить зрителей на концерты в органном зале в августе. 4, 10, 17, 25 августа нас будут ждать встречи с прекрасным. Приходите в органный зал. Андрей, а можете сыграть какой-нибудь небольшой фрагмент, я так пододвинусь, ну из ближайшего и завтрашнего концерта? Удовольствием. Замечательно, если честно. От такого плотного звучания, от атмосферного, мурашки по коже бегут. Приходите в органный зал. Ну, а я предлагаю вам немножко развернуться и пообщаться на такие более творческие темы. Скажите, Андрей, а так как вот у нас в музыкальных школах, в Академии, насколько мне известно, можете меня поправить, не обучают игре на этому инструменту? Где можно научиться? Вот вдруг телезрители услышали и поняли, что вот лежит душа к органу. Ну, во-первых, студенты Краснодарского колледжа искусств, пианисты, они знакомятся с этим инструментом в стенах колледжа. Затем они могут продолжить образование, как это частенько и происходит, в российских консерваториях. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань. И освоить эту непростую специальность. Скажите, а вот чем специфика игры на этом инструменте отличается, допустим, от того же фортепиано? Ну, во-первых, как все знают, на органе играть только руками, но и ногами. Так что это определенные технологические сложности возникают, которые необходимо преодолеть. Ну, на самом деле это не самое сложное, а наиболее, скажем, трудное – это как раз постичь дух эпохи исполняемой музыки, освоить все тонкости, нюансы, искусство регистровки, традиции исполнения тех или иных сочинений. Все это, в общем, большой объем информации. Андрей, скажите, а вот орган – это вообще европейский инструмент, и в Россию, как вы мне только что говорили, был завезен вместе с крещением, подарком римского имени. Да, да, да. Вот у нас в стране есть какие-то традиции особые игры на этом инструменте? Да, традиции на самом деле очень древние. И вообще, строго говоря, орган – это древнерусский музыкальный инструмент, потому что в средние века органы широко бытовали в сфере скоморошего музицирования. И, кстати, порой попадали на осуждение постановлений православной церкви, можем найти это в Стоглавом соборе, такие очень суровые замечания по этому поводу. При Петре I органы появляются в иноверческих церквах Петербурга, затем в XIX веке открываются органные классы в Петербургской, Московской консерватории. Этот процесс расширяется уже в XX веке, в советское время. Ну и сейчас мы смело можем сказать, что мы выходим на уровень лучших европейских органных школ. Андрей, спасибо. Напомню, что рядом со мной находится органист Андрей Бардин. Приходите в органный зал, наслаждайтесь музыкой, атмосферой. Кстати, вот такой небольшой момент всегда в жару здесь прохладно, если на улице дождь, здесь комфортно и сухо, да и вообще всегда встречают приятные люди на входе. У меня все, коллеги, вам слово. Спасибо большое, Дима, за эту полезную информацию.